Вот они, драгоценные семейные реликвии семьи Гордановых. И кажется, всю войну можно проследить по эпизодам из жизни конкретных людей. Насруддин Горданов родился в далеком 1918 году, в Плиево. Когда началась Великая Отечественная, он отбывал срок за мелкое нарушение. Уже в 1942 году у него появилась возможность искупить вину, и он добровольцем ушел на фронт в заградительный отряд. Всего в годы Великой Отечественной в штрафные роты и батальоны было направлено около полумиллиона человек. Свердловская область, Кёнигсберг, Прибалтика. Фронтовик воевал в разных направлениях. Батальон, в котором он проходил службу, принимал участие в самых ожесточенных сражениях – на передовой. Гирихан Горданов рассказывает, отец не любил вспоминать о войне, но об отдельных эпизодах все же умолчать не смог. Однажды полк Насруддина попал в немецкое окружение, потеряв всякую надежду, без еды и без оружия. Батальон, в котором он пояснил, не было страшно. Но во время очередного наступления Насрудин Умарович получил серьезные ранения, а многие его однополщане и вовсе погибли. Санитары, делавшие обход после сражения, не обнаружили признаков жизни и у отца Гирихана. Однако вскоре Насрудин очнулся. Советский санитарист, делавшие обходы в госпитале. Таких, как Насрудин, назвали в те времена любимчиками фортуны, потому что выжить в адском котле удавалось лишь единицам. Насрудин Умарович буквально искупил свою вину кровью и восстановил честное имя. Получил звание младшего сержанта. После госпиталя он продолжил службу уже в составе регулярных войск. Война для него продолжалась вплоть до 1946 года. Потом он приехал к родным в Казахстан. В Казахстан. В Насрудин родилось пятеро детей, четверо сыновей и дочка. В 1956 году у семьи Гордановых появилась возможность вернуться на родину одними из первых. Правда, в родовое Плеево они смогли возвратиться лишь время спустя. Уже в начале 70-х Насрудин начал строить собственный дом. Однако закончить его не смог. Болезнь подкосила его здоровье. Давали о себе знать и многочисленные раны. Насрудину Умаровичу Горданову было 53 года, когда его не стало. Дом, который построил фронтовик, стоит и поныне. Теперь это своего рода семейная реликвия. Сейчас здесь живет семья его младшего сына. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.